А вот на каких вопросах сосредоточится правительство Мамином, сохранится ли преемственность задачи, работы и насколько поменяется состав нового правительства. Об этом и не только мы поговорим с нашими экспертами. Это политолог Талгат Калиев, он сейчас в нашей студии. И к нам по телефону присоединится директор группы оценки рисков Досымсадбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И первый же вопрос к вам, Талгат. Как вы думаете, насколько поменяется состав правительства? Я думаю, поменяется хотя бы процентов на 30. В первую очередь, наверное, сменятся заместители премьер-министров, поскольку поменяется и экономический блок. Именно те блоки, которые были подвергнуты наибольшей критике, и будет меняться сама форма работы правительства, форма, подходы. Потому что президент именно критиковал чрезмерную склонность к совещаниям, к формализму и отсутствию результатов. Насколько я помню, понял сегодня президента, характеризуя Оскара Мамина, назвал его человеком, который на всех постах демонстрировал результаты. А Гусым, а что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что неважно, на самом деле, кого заменят. Потому что большая проблема практически всех правительств, не только Садендаева, а тех правительств, которые работали для него, состоит в том, что там никогда не было командной работы. Учитывая то, что у нас премьер-министры в основном играли роль технические фигуры, то есть некого своеобразного ботфана на корабле, который должен наладить эту командную работу, у них этого никогда не получалось. Поэтому, к сожалению, правительства сейчас напоминали такую банку с пауками, где постоянно была вот эта межведовственная конкуренция, борьба, несогласованность действий. Все часто приводило, кстати, провал многих экономических программ. А если здесь помнить, что еще есть так своеобразная, еще раз скажем так, специфика работы с регионами, где тоже есть очень много своих тараканов, и очень часто не было согласованности между центральным руководством министерства, между правительством и региональными властями, то мы видим, что и здесь был тоже сбой очень серьезный. Поэтому, мне кажется, что это более системная проблема, чем речь только о каких-то конкретных кадровых перестановках. Талгат, а как вы думаете, Мамин полностью откажется от проектов правительства Сагентаева или преемственность какая-то останется? Нет, определенно от всех проектов он не откажется, поскольку они все были реализовывались по поручению ОХОРДы. Но в то же время, я думаю, я очень надеюсь, что будут меняться сами подходы и формы работы. Будет проведен аудит эффективности министерств, будет проведена оценка кадрового потенциала всех министерств, насколько они ориентированы на работу с конечным результатом. И, я думаю, сейчас у него есть довольно хороший карт-бланш, поскольку первый раз только у нас правительство увольняется по отрицательным мотивам. И у него есть карт-бланш на то, чтобы провести качественные внутренние реформы в правительстве и изменить его работу. А Досим, а вы что думаете по этому поводу? Ну, я здесь согласен в том плане, что естественно приемственность сохранится, потому что большинство из тех экономических программ, которые реализовывали правительство в последние десятилетия, часть из них была активно разработана при участии самого главы государства. То есть, тем более, все программы имеют стратегический характер, они не являются тактическими. И цель конкретно была поставлена войти в список 30 развитых стран мира, хотя, опять же, здесь тоже немало провальных было моментов. Что касается изменений, ну, во-первых, само заявление президента, которое он озвучил касательно недовольства работы с Агентаева, там четко указано, что нужно делать, то есть создавать в Казахстане социально ориентированное государство, потому что долгое время наших чиновников всегда больше интересовала макроэкономика. А сейчас нужно интересоваться микроэкономикой жизни конкретного гражданина Казахстана. То есть, дойти до того, чтобы те результаты, которые экономика показывает, она напрямую отражалась на кошельках рядовых граждан страны. Я думаю, поэтому основной акцент должен делаться именно на социальной работе, на активной поддержке малого и среднего бизнеса, который, естественно, будет создавать кумулятивный эффект, некий эффект домино, ну, полноцировать создание рабочих мест, повышение налогооблагаемой базы и так далее. И конечная цель вообще, которая должна стоять перед правительствами, это появление в Казахстане очень мощного среднего класса. О чем тоже у нас говорится, но, к сожалению, только бла-бла-бла, одни слова. Я думаю, что вот эти задачи основные должны сейчас стоять и перед Маминым, возможно, перед следующими премьер-министрами, которые появятся после него. Талгат, президент уже озвучивал приоритеты, на которых должно сосредоточиться новое правительство. Что вы думаете по этому поводу? Что-то хотелось бы добавить еще? Ну, это, безусловно, социальный вектор. Это как раз-таки та самая микроэкономика, о которой говорит ДОСМ. И я думаю, если сформулировать вкратце, то Мамину придется сконцентрировать усилия на холодильнике граждан, а не на телевизорах. Ему нужно будет не пиариться, а именно делать так, чтобы каждый человек ощущал работу правительства в своих позитивных изменениях. Благодарю, Талгат. Благодарю, ДОСМ. А мы продолжим.